В 2016 году призвали так называемых инородцев, жителей Средней Азии, ну, мусульманов, да, вот, Средней Азии и Казахстана. Они до этого не подлежали мобилизации. Тут их мобилизовали, не на фронт, правда, а в трудовую армию, ну, чтобы они там окопы копали. И они все равно восстали, и там реальные бои шли, и правительству пришлось снимать части, ну, не с фронта, но те части, которые уже были готовы к отправке на фронт, сформированные. Пришлось их вместо того, чтобы отправлять на фронт, отправлять их в Казахстан, Среднюю Азию. Там жуткая резня была, значит, восставшие вырезали там русские поселения, потом приходила, значит, армия российская вырезала, значит, этих местных жителей. И эти события, вот, они в 2016 году, на самом деле, ну, очень сильно стригерили. То есть, надо же понимать, что до этого казалось, что, ну, вот, последние революционные события 1905-1907 годов уже 9 лет прошло, да. Уже казалось, что, ну, все, революция – это такая далекая история, как сейчас в России, никто не вспоминает, там, события Болотные практически, да. Ну, за исключением тех, кто профессионально, так сказать, политикой занимается. Ну, потому что давно это было, что быльем поросло. А, и тогда тоже казалось, что, ну, все, какая революция, чего уж там, вот. А тут вдруг выяснилось, что, да нет, это может быть у нас прямо вот прямо сейчас, да. И такие вещи, они, ну, всегда оказывают стимулирующее воздействие на протестно настроенную публику, ну, что, дескать, вот они могут, а мы почему не можем, да. И, ну, и полыхнулось в феврале 1917 года, и закончилось развалом империи. То есть, вот эта та самая история людей, которые не считали эту войну своей войной, не понимали, почему они должны были на нее идти, да, уходить из домов, там. Вот эта же самая история вот сейчас здесь у нас разворачивается. Продолжение следует...